всем привет youtube привет это снова я и мой канал вот у нас очередь дошла до q3 сегодня мы познакомимся с этим автомобильщиком ну что я думаю всем все понятно машинка после града вот слегка ее побила вот здесь одна есть особенность капот алюминиевый и вот уже побила вот пока что перед тем как делать надо снять обшивку потолка и начинаем знакомиться вот начинаем отсюда значит все как бы просто вот снимаем следующим образом вот эта часть вот ее надо аккуратно заходит она здесь все как бы собрано на у таких пружинках примерно такой же вариант как и на тойоте камри вот полюбили они эти пружинки вот везде в них входят вот такие затычки вот выглядит это вот так затычка затыкается вот сюда и фиксирует пружинку вот снимается в принципе легко вот бояться не надо вот следующий вариант это вот ответная часть вот это которая входит в потолок здесь поступили еще проще вот в эти отверстия куда входит вот такой один клинушек потолще диаметром побольше другой поменьше не перепутаешь и он расклинивает ее держит там ну солнце защитными козыречками разобрались до выходит он вот так как бы вперед на себя вот это видно да то есть вставляется он и держится фиксируется вот так вот а вот эта часть еще фиксируется вот он маленький квадратик фиксируется дополнительно пружинной скобочкой здесь такая же самая штука и вот чтобы не ломать не крушить потому что как я вот аккуратно тут не пытаюсь разбирать вот все равно на этом пластике на букву х не подумайте что хорошо остается следы вот я пытаюсь и так приклеиваю я специально оторвал сейчас вот термо клеем беру обратный молоточек вот она на меня вставляю и смыкаю назад и крепление это выходит здесь она тоже вот такое интересное у нас вот я пытаюсь за планочку приклеится потому что вот по идее вот отсюда надо поддевать отверткой снизу вот и она должна выходить либо сверху вот что-то типа тоже обратного молотка г-образного надо и она вот так должна выходить ну почему-то не выходит на на потому что машинка еще свежая не разболталась вот еще один вариант возможен вот так она стоит эта клипс очка вот поддевать сверху залазить вот таким вот устройством входящим в комплект разборки вот отсюда его пытаться значит тоже подергать так сначала чуть-чуть понянчить он начинает вот с этих пазу с боковых потихонечку потихонечку выходить вот дальше вот так загинаем потихоньку в напряги пружинки и потихоньку выводим оттуда вот уже на изначально вот так стоят потом их выводим и выходит ручка но сейчас я это сниму поскольку и работать и снимать одновременно не получит так вот она выходит опять же сдавливая вот так пружинки вот их можно выдернуть сюда назад ну вот так вот они остаются почему потому что когда мы будем вставлять ручку она уже должна быть с этими пружинами и защелкиваться поэтому нам это все придется снимать вот продолжаем тут одна идея по ходу пьесы всплыла когда вот до такого состояния вывинчиваясь можно вынуть в таком виде ручку отщелкнутую с пружинами ну как мы видим не везде это получается дальше вот здесь вот такие у нас зацепики аккуратно отделяем здесь просто направляющие здесь вот такие вот аккуратно надо снимать потому что пластик нежный он сделан так специально чтобы вы его сломали и потом покупали новый вот поэтому не покупайтесь на эту удочку и потихоньку-потихоньку аккуратненько вот здесь сбоку отщелкиваете вот каждую защелочку вот иначе будет беда вот такая красота вся она в защелках как мы видим вот они их тут куча вот везде такие защелочки вот они дрынь-дрынь-дрынь-дрынь-дрынь-дрынь-дрынь вот как мы видим здесь ничего такого умного нету я имею ввиду нету ни саморезов ничего значит по идее это вся конструкция либо на клипсах там держится либо еще чего-нибудь ну пока что нам это невидимо сейчас потихонечку помаленечку мы это все снимем вот и станет ясно и понятно уже когда допустим вы будете разбирать у вас это никаких проблем не вызовет ну вот если присмотреться повнимательнее к этому как говорится аппарату вот то у нас вот она пружинка и с этой стороны вот она у нас пружинка ну тут она у нас немножко при снятии разогнулась надо подогнуть и основная у нас вот она и место вот здесь поэтому заводим руку вот сюда изнутри изнутри вот так и резким таким вниз нажатием выводим фонарик ну сейчас как говорится все просто берем папу-маму выключаем фонарь выложим вот этот тоже защелочку вот эту выводим тут такая же пружиночка вот и освобождаем передний плафон фонаря задний плафончик я посмотрел там он просто как бы держится в крыше и там папу-маму с него снимать и снимается он вместе с крышей вот он плафончик этот я его себе пометил что он не снимается вот вернее он снимается вместе с панелью потолка следующим номером нашей программы вот на стоечках есть вот такие у нас заглушки вот слева и справа они у нас имеют вот такие защелочки которые вот таким образом можно сдавить немножко и их вынуть в данном случае вот вот так они здесь находятся вот дальше там посмотрим что будет у нас дальше вот смотрим дальше смотрим дальше вот это центральная стойка значит два шипа заходят вот сюда вверх вот они такие две скобы которые держат здесь берем за низ и вот в этой части вот они две скобы вот эти вот входят просто берем за вот эти места и с нажимом резко дерг и оно выходит здесь значит в отличие от других машин здесь как бы не вижу смысла снимать вот эту резинку вот почему потому что практически потолок она здесь особо не держит и легко выходит просто потом надо будет заправить вот эти части вот и все вот 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 так она как бы ее смысла снимать нету ну вот центральными стойками разобрали здесь тоже самое вон там она видна пружинка такая вот здесь в этом она такая жесткая упертая тоже не вижу смысла снимать вот это полностью целиком крыша у нас будет уходить назад выниматься из машины смысл здесь все дербанить если вот достаточно отвести немножко в сторону и убрать опять же здесь проводка вот мы отсоединили с датчика тоже опять же смысл ее снимать если она там как бы никому не мешается и через крышу не идет нигде не клеится то нет смысла ее снимать вот здесь отсоединили и все а тут датчик ну наверное датчик дождя скорее всего или освещенности а может и то и другое вместе вот и как бы на этом и финиш вот надо снимать теперь эту стойку и освобождать выдергивать эту сняли крышу фонарик этот как я уже и говорил снимать смысла нету вот здесь вот в задней части вот она хрень это то же самое на цангах вот вот она собственно и держала там весь зад вот эти цанги вот эти уши мешаются но по любому снимать крышу надо потому что она там у нас еще к сожалению тут броня еще такая там проклеенная вся крыша ее срезать всю придется еще то есть это еще как говорится то что мы сняли потолок радоваться рано вот спасибо Женьку я без него ничего не смог вот она какая ты Q3 вот она какая ты Q3 здесь формованный потолок вот она и он очень плотный вот я не знаю что с ним делать вариант один его только спиливать вот других вариантов я не вижу скорее всего здесь вот так вот проклеена видно желобками вот клей и клей сурьезный просто так вот взять пальчиками тут подрюкать вряд ли наверное получится вот придется посоветоваться с хозяевами чего они скажут собственно а чего они скажут что она скажет что надо делать вот не знаю что тут как правильно сделать надо подумать вот такая интересная машина попалась конечно с точки зрения как бы тех кто работает это начхать что тут крыша сейчас берем ножи срезаем сдираем ямы выравниваем потом говорим что так и было но с точки зрения здравого смысла надо подумать как так быть вот подумать а потом уже дербанить машину дальше вот так вот вот пробуемся пытаемся подрезать крышу тут надо просто понять она вдоль либо поперек будет скорее всего вдоль автомобиля проклеены эти самые штуковины скорее всего вот такая вот тут крыша вдоль вдоль ой мама дорогая да тут и шумка и вибро все в одном флаконе ну она не восстановима в любом случае поэтому да тут по любому вот эту вот хуйность надо там брать и да это все снимается хорошо они снимаются да прекрасно снимаются они даже руками вот и что тут получается вот так вот дрынькать ее по одной красота тра-та-та-та вот так вот мы с машинами обходимся люди б видели б никогда свои машины нам не давали мы их берем и курочим салон надо бы застелить ну да сейчас салон застелим все сделаем вот их выдергивать вот что от крыши вот что от крыши остается вот такая наша крыша вот еще тут муздыкать и муздыкать ее пока до муздыкаем ну по идее тут вот он как у нас снимаются эти самые вот господи хотел сказать наверху встает черный клинышек китайский помогает прорезать дорожки вот а потом снимать потом все это снимать и каждого вот такую вот резинку ее хрен порвешь а крышу можно повредить вот они видны висят вот слышно как я на них таскаю и крыша дрынкается хрен порвешь их вот каждую из них потом надо брать и отрезать прям брать ножом вот так вот срезать чтобы ничего не оставалось вот таких соплей оставлять нельзя потому что они как раз будут мешать работе с крючком вот попади в него его крючком его не проткнешь потому что резина прям серьезно никак его вот он даже отдираться не хочет его только срезать так что тем кто будет повторять мой подвиг я как бы не завидую но делать это придется если вы сталкиваетесь с таким автомобилем тут уже хочешь ты не хочешь вам придется эту крышу демонтировать потому что сделать через вот такой клей протыкая эту обшивочку я думаю никто не сможет вот она настолько уперта эта резина что я еще раз говорю и только все надо срезать по-другому никак вот такая вот работа получилась нежданно негаданно подфартила даже вот это вот оторвать от крыши невозможно вот такая она вот упертая крыша ходуном ходит а оторвать ее не оторвешь только срезать ну вот вот такой вот ножик с мелкой с мелкой насечечкой вот она видна насечка является спасительным вот вот в этом легком ремесле называемом художественная резьба по крыше вот к сожалению никак ускорить это не получается и надо довольно чисто вырезать потому что если ну вот эти кусочки остаются потом через них крючком работать будет очень тяжело или невозможно даже вот под крышу особо тут залазить некуда но куда долезем будем работать еще вот они надо будет снимать эти самые как они называются рейлины с крыши тоже которые будут мешать ну пока что вот долго упорно нифига не получается быстро я думал за час управлюсь я имею ввиду вот это спилю нифига уже два часа муздыкаюсь а еще тут процентов сорок спиливать что вот крыша нашла вот она вот она вот она вот она долго и нудно пришлось ее всю спиливать вот где-то чистенько прямо вот как здесь допустим где-то она небольшим тонким слоем вот осталась вот тут где-то миллиметр вот не хочет она спиливаться совсем чисто ну как бы потом посмотрим если что-то где-то придется делать туда можно уже какой-то участочек там небольшой допустим здесь там или здесь тут миллиметр буквально остался не хочет она выходить вот сейчас надо будет все-таки снять наверное рейлинги рейлинги снять и потом уже заняться непосредственно ремонтом крыша вот такая вот эпопея ауди q3 так что кто будет разбирать я вам братский привет шлю вот тут аж эхо стало аж эхо в машине стало прям играет как в этом акустика хорошая вот так так что теперь надо прибрать здесь немножко тут в салоне прибарахлиться вот чтоб чисто было ну просто пропылесосить вон видно там на мойках как вот убирают ребята так вон там не все прям идеально так что надо сейчас немножко привести машинку в порядок и можно работать то есть пропылесосить там протряхнуть это все вот такие дела и потом смело заниматься крышей возможно конечно что сегодня уже поздновато вон полдевятого ну что делать еще пока рейлинги снимешь так неизвестно сколько времени тут рейлинги какие-то целиковые лежат вот ну посмотрим как они снимаются кстати вот она красота вот немецких товарищей что-то тут буквально миллиметров не знаю сколько надо померить ради интереса хотя бы прикинуть довольно таки жестенькая такая штука она да миллиметров 7 может быть 8 она была вот прям приятная такая жесткая штукенция напоминает она наш пор улон но она такая вроде вот и упругая и в то же время разгибается явно что шума и теплоизоляция какая-то и приклеена она была на таком этом и сама она как бы одновременно вот это покрытие является и жесткостью и тепло и шума и вибро всякой такой изоляцией ну вот вот так я поумничал кому не нравится можете не смотреть а вот это вот это знак бмв когда я построил гараж у меня сын родился вот у меня была бмв 7 модели я вот так красиво сделал если не верите я покажу вот ее видно собственно она в цвете здесь сейчас мы ее проявим тут просто как бы за грязью плохо видно вот вот он значочек бмв и он в цвете тут вот такая вот красотень была собственно почему была она и есть вот если намочить вот вымыть тут такое вот красивое место получается бмв вот это сделано было вручную все выложено и потом залито и кстати вот здесь сейчас плоховато видно но здесь вот два цвета тоже ну правда они оба темные вот надо было все таки мне что-то по-другому сделать ну уже что сделано то сделано но тем не менее до сих пор это вот если намочить вот так или чистое будет вот красиво смотрится вот как бы вот на память вот тогда у меня сыночек родился и я решил вот такую вот как бы замутить красоту ладно в данном случае к разборке и сборке автомобиля это не относится просто когда-то вот по молодухе дерзал я на такие вещи продолжаем у нас репортаж вот он весь потолок красиво поместился мы его отправим на переработку вот наделают еще здесь убрались тут пропылесосили в машине как бы все нормально теперь предстоит нам снять вот эти два красивых таких предмета кто как их называет кто рейлинги спойлеры в общем кто как не будем даваться короче вот эти железяки они мне будут мешать работать я их решил снять они крепятся просто вот здесь вот десяточки здесь здесь там ну я так думаю четырех может шести местах этот железный поручень крепится сейчас берем уже нам понадобилась десяточка вот такая с длинным хоботком вот для того чтобы снять вот эти рейлинги которые в данном случае нам мешают вот здесь такие как бы проставочки стоят очень хорошо аккуратно все сделано вот они здесь такая плотная хорошая резина вот и везде вот они вставочки проложены очень красиво аккуратно ну молодцы красавцы просто очень аккуратно все сделано так что вот 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 у нас и реклама вот что голос села будет услышан наконец таки так на этом как бы все вот что касаемо разборки по машинке действительно я думаю что уже все что надо разобрано вот машинку привел порядок чистоту что надо тут пропылесосил теперь просто надо брать ставить лампочку опускать стеклышки и работать работать и работать не знаю конечно как я вот тут по самому краю буду работать но работать придется практически по краю элемента здесь вот они вмятины у нас и хорошие долбанулы это где-то где-то вот в этом районе но ничего если что то мы ничего насверлим вот здесь дырок засунем и будем ковырять пока не поумнеет вот ну вот собственно и все разборка салона завершена вот вот рейлинги сняты все снято что надо теперь можно работать работать и работать